Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 23 апреля По одному из календарей у славян Ярила Вешний По народному месяцу слову Руф Терентий Моревный На Руфа путь рушится, говорили когда-то и были совершенно правы Растаявший снег к этому времени превращался в талую, уже успевшую помутнеть воду Высушить которую у апрельского солнышка еще селенок не хватало Кругом грязь, не проехать, не пройти Поэтому, чтобы не огорчаться и зараспутиться, и придумали Правая нога на дороге увязнет раньше левой – удача Правая нога в дороге озябнет прежде левой – к добру Впрочем, счастливых и не очень счастливых примет, связанных с дорогой, немало В этот день солнце должно показываться в Мареве Оттого и Терентий Моревный А потому смотрели, ежели солнце в дымке – год хлебородный А ежели ясное небо, возможно, придется поле перепахивать и заново засевать И еще примечали – утром туман против солнца, то скоро обязательно пойдет дождь В этот день появились молодые паучки, то это означает окончательное тепло А сидящие высоко старые пауки предсказывали заморозки На орешнике появились сережки, земля больше не промерзнет А по одному из календарей у славян Ярила Вешний В этот день проводится важный обряд – отмыкание земли Или по-другому – зарод Ярила отмыкает, образно оплодотворяет мацерую землю И выпускает росу, отчего начинается бурный рост трав Кроме этого, впервые после зимы выгоняется до зари скот на пастбище, на Ярилену росу Ярила, как и Хорс, считался также покровителем коней Рано утром молодежь обходила все дворы, обращаясь к Яриле с приговором «Ты спаси скотинушку, нашу сиротинушку, всю животинушку, в поле да за полем, в лесе да за лесом, в лесу да за горами, за широкими долами Дай ты скотине траву да воду, а злому медведю пень да колоду» Перед выгоном скотины хозяева гладили животных по хребту, крашеным в красный или желто-зеленый цвет яйцом, которым потом одаривали пастуха После чего животину выгоняли веткой вербы во двор и кормили бяшками, особыми хлебцами Перед выгоном со двора под ноги скотине выкладывали поясок, чтобы животные через него перешагнули Это делалось для того, чтобы они знали дорогу домой Просили Ярилу, покровителя пастухов, охранителя домашнего скота и волчьего пастыря, оберечь скот от всякого хищного зверя При этом пастух гудел в рожок, оповещая народ о начале обряда обхода После чего, взяв в руки решето, трижды обходил стадо посолонь на жизнь и трижды противосолонь на смерть После правильно проведенного обряда вокруг стада выстраивалась невидимая волшебная изгородь Которая защищала от змея ползучего, от медведя могучего, от волка бегучего После чего волшебный круг замыкался железным замком Пасут животину до тех пор, пока роса спадет С этого дня начинаются весенние свадьбы Мужчины и женщины катаются по полям, надеясь с помощью чудодейственной росы стать сильными и здоровыми Катают яйца с красной, то есть красивой, покрытой первыми цветами горы Для чего заранее делают особый желоб из ствола дерева с круглыми воротами на конце По нему и катят расписанные крашеные яйца Чье яйцо дальше укатится, тот и победитель Вечер заканчивается всеобщим гулянием с играми, песнями, хороводами и, конечно же, костром Славяне, здоровья вам и здравомыслия во все лета ваши! Братья-месяцы 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 Братья-месяцы